Красно-крапчатый кунхаунд или английская енотовая гонча. Порода появилась на юго-востоке США, где она была выведена от американской и английской гончей, других европейских охотничьих пород и местных собак с целью выслеживания и травли различных животных. Со времен падения Римской империи охота со стаями ищеек была одним из основных развлечений европейской знати. Охота со временем превратилась в весьма ритуализованное событие, став гораздо более важным, чем просто спорт. В ходе охоты были сформированы бесчисленные личные, политические и династические союзы и были приняты решения, которые повлияют на жизнь миллионов людей. Поскольку охота была настолько престижной, качественные охотничьи собаки стали как финансово ценными, так и престижными. Хотя охота была очень важна во всей Европе, она была, вероятно, самой популярной и престижной во Франции и Англии. Предполагается, что порода появилась в 17 веке. Официально же она была зарегистрирована в 1905 году под названием английский фокс и кунхаунд. Упоминание лисы «Фокс» в наименовании связано с тем, что поначалу представителей породы использовали для охоты не только на енота, но и на лисицу. В ходе работ по выведению данной породы специалисты натаскивали собак не только на енотов, опоссумов и лис, но и на крупных хищников, таких как пумы или медведи. В итоге, полученная порода идеально соответствовала поставленным перед ней требованиям, и по сей день енотовое гончие весьма популярна среди охотников из Соединенных Штатов. Основными чертами характера кунхаунда являются покладистость и поразительное трудолюбие. Представители породы считаются настоящими мастерами в охоте по горячему следу. Также красно-крапчатый кунхаунд станет настоящим любимцем всей семьи. Он бесконечно предан хозяину и его родным. Помимо этого, благодаря своей активности и любознательности, он просто обожает игры и прогулки с детьми. Самцы обычно достигают 61-66 см в холке и весят от 20 до 29 кг. Самки обычно от 58 до 63 см в холке и весят от 20 до 25 кг. Признание эта порода получила в 1940-х годах. Сегодня порода достаточно популярная, ее можно встретить не только в США, но и в Европе и России. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»!